Здравствуйте! В эфире телеканал Арист Новости. Меня зовут Владимир Антошкин. Начнем выпуск с происшествия. В поселке Заря в воскресенье вечером произошел пожар в частном доме. К счастью, погибших нет. Причины возгорания выясняла наша съемочная группа. В городе Кумертау, в поселке Заря, по адресу Октябрьская, 49, случился пожар в жилом доме. Сообщение поступило на пульт пожарной охраны 25 сентября в 20 часов 45 минут вечера. В момент прибытия подразделения пожарной охраны вовсю огнем был занят строение бани, и огонь переходил на строение жилого дома. В результате пожара из огня было эвакуировано два человека. Далее они были переданы скорой помощи для оказания медицинской помощи. Пострадавшими оказалась пожилая семейная пара. Погибших нет. Однако мужчина, находящийся в момент происшествия в доме, получил ожог плеча первой степени. Состояние оценивается как удовлетворительное. По словам супруга, возгорание произошло неожиданно. Потом смотрю, пахнет дымом. Деверь открыл, там стены горят. Я два ведра брезнул, вроде затух. Я успокоился, домой зашел. А потом думаю, что-то душа вроде болит. Открыл дверь, а там спухнул. Я потом в скорую пожарную зубу. По предварительным данным, причиной пожара явилось нарушение правил эксплуатации печного оборудования. Изначально при монтаже печи было допущено нарушение термопожарной безопасности, которые впоследствии уже привели к возникновению пожара. Огонь полностью уничтожил строение. Частично повреждено имущество хозяев. В Ермолаевском районном доме культуры «Молодость» накануне состоялся завершающий этап конкурса профессионального мастерства «Лучший медицинский работник фельдшерско-акушерского пункта». В финал вышли четыре медика из Куэргазинского района и один из села Ира. 46 фельдшерско-акушерских пунктов района приняли участие в первом этапе конкурса, где проверялись профессиональные навыки докторов, оценивалось введение и оформление документации. Победители, вышедшие в финал, должны были показать свои творческие способности. Поздравил финалистов главный врач Кумерталской городской больницы Олег Астахов. Вот если так говорить о конкурсах, я как руководитель должен сказать, что победители получат финансы от нас подкрепления. Это мы скажем чуть позже. Не буду вас сейчас на это даже отвлекать. Всем хорошей бескомпромиссной борьбы, нашим болельщицам ярко поддержать свою участницу, за которую вы болеете. И хорошо сегодня провести время. Всех поздравляю с этим конкурсом. Для финального выступления конкурсанты подготовили самые разнообразные творческие номера. Проявив разносторонние возможности и фантазию. Люблю я профилактику. И поэтому мой девиз – лучше плакать в кабинете у психолога, чем смеяться в кабинете у психиатра. Дали задание. Факт будущего. Придумайте что-нибудь. Ведь доказано. Мозг – это жидкость. Голова – вообще кость. Как этим можно что-то придумать? Тем более, что я 10 лет в папе будущего работаю. Там чего только нет. ЭКГ нет, глюкометра нет, дефибриллятора нет, костылей нет. Все остальное зато есть. Мероприятия посетили фельдшеры, сел и деревень района. Некоторые, чтобы поддержать своих коллег, другие – просто посмотреть творческие выступления. Уйду на рассвете, пройдусь по селенью. Я вешен на папе, встречу на селе. Сверла километры, жару и веселье. Профессия фельдшер не из легких, поэтому главной целью конкурса было поддержать ее престиж и настроить докторов на плодотворную деятельность. А они в ответ сумели раскрыться и удивить зрителей, пришедших на мероприятие своим талантом и остроумием. Боже мой, где мое кольцо? Опять уж скажут, что я по мужикам шлялась. Вот оно. Ай, пинцет нашла. А вы помните, все это как было? Сценки и творческие номера, подготовленные участниками, были не только юмористического характера. Конкурсанты, выступая, старались подчеркнуть, что самое важное в их профессии – внимательность и сочувствие. По словам организаторов, в будущем подобные соревнования планируются сделать традиционными. В Кумертау в субботу состоялся настоящий праздник для любителей бега и легкой атлетики. Порядка 500 человек присоединились к общероссийской акции «Кросснаций». За спортивными забегами наблюдала и наша съемочная группа. Жители города торжественно отметили День физкультурника. 24 сентября на площади совета собрались как профессионалы, так и любители спорта. Поздравила спортсмена с праздником заместитель главы администрации по социальной и кадровой политике Наталья Лапшина. Вот это традиционное мероприятие, оно как-никак лучше подчеркивает, что мы за здоровый образ жизни. И если у нас будет здоровое поколение, у нас у всех будет хорошее будущее. Мы очень рады видеть сегодня здесь школьников, всех любителей спорта. И в сегодняшний хороший солнечный день еще раз вам хочется пожелать здоровья и счастья. Пусть сегодня победит сильнейший и пусть старты будут легкими и результативными. Участников соревнований и гостей праздника поприветствовали воспитанники секции по спортивной аэробике. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ По традиции на сцене состоялась церемония награждения. Почетные грамоты и кубки получили работники физической культуры и спорта, принимающие активное участие в жизни города. А также профессиональные спортсмены, которые отстаивают честь нашего города на всероссийской и международной арене. По традиции в честь Дня физкультурника проводится кросс-нации. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Буквально сметая все на своем пути, участники осеннего марафона ринулись вперед за победой. Более 500 спортсменов, представляющие учебные заведения общего, среднего, высшего образования, а также активные жители города собрались на площади советов, чтобы узнать, кто же выносливее и быстрее. Давай, 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 давай! 10 забегов на дистанции 2016 метров для участников практически всех возрастных категорий сегодня определили своих победителей. Это Всероссийский день бегуна кросс-нации. Традиционные ежегодные соревнования, которые мы проводим и в нашем городе. Дистанция у всех сегодня одна. Это массовые соревнования, никакие не отборочные. То есть здесь основная цель – это здоровый образ жизни, привлечение к регулярным занятиям спортом, в частности, к беговым видам спорта. Самому пожилому участнику соревнований было за 50, а самому младшему всего 10 лет. В данном мероприятии «Кросснация» я принимаю участие уже девятый год. Становилась победителем возрастной категории первое, второе и третье место. В этом году не хотела, но думаю, надо попробовать, потому что со спортом, даже со школьной скамьи, я всегда говорю детям, спорт никогда никому не мешает. Если вы хотите учиться отлично и заниматься спортом, это только приветствуется, потому что это здоровье, это сила, это красота. Потому что тот, который не занимается спортом, только тот, который ленивый, а лениться мне некогда. Я через день езжу к тренеру тренироваться и бегаю. Бегаю, катаемся на роллерах. У меня очень было тяжело. У меня после гонок болят очень сильно ноги. Победители и призеров соревнований, соответственно, в каждой своей возрастной категории определились по лучшему результату. Всего в каждой категории пять призовых мест. И за каждый полагался соответственный приз. Само же мероприятие «Кросснации» в этом году далеко не последнее. Городом ежегодно запланирован целый ряд подобных спортивных праздников. Таких мероприятий запланировано несколько, но одно из них это «Кросснации», следующее это «Лыжня России». И также, я думаю, в рамках мы, конечно же, будем включать это сдачу нормативов ГТО нашими гражданами нашего города. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис». В минувшие выходные в селе Ермолаево состоялся осенний пробег «Кросснации». Участие в соревнованиях на приз главы администрации района приняли около 300 человек. В рамках Всероссийского дня бега «Кросснации» в Ермолаево прошел традиционный пробег здоровья, посвященный Дню Республики. Соревновались не только постоянные участники ежегодного кросса, но и маленькие сельчане в возрасте до 14 лет и школьники постарше. Перед началом состязания с приветственной речью к участникам забега обратился глава администрации района Ахат Кутлахметов. Чтобы у нас всегда была ясная погода в учебных заведениях, образовательных учреждениях, тепло, светло, чтобы мы были обутаны с этими. Еще раз с праздником, еще раз вам успехов. Сегодня должны побеждать те, кто себя подготовил. И я желаю еще раз здоровья и успехов. Председатель комитета по физкультуре и спорту Василий Копылов особо отметил одну из участниц кросса Аделину Байнову, ученицу Оксаровской школы, занявшую первое место по силовой гимнастике на республиканских соревнованиях. Это хорошие традиции Оксаровских спортсменов и в целом Кургазинского района и Республики Башкортостан. Поздравим бурными аплодисментами нашу спортсменку. Спасибо вам, спасибо тренеру, спасибо всем, кто принимал в этом участие. Поддержать юных участников пробега здоровья пришли их родители, дедушки и друзья. Они с гордостью представляли своих маленьких спортсменов. Соревнования в этот день завершились позже, так как желающих поучаствовать было больше, чем обычно. В забеге руководителей победителем стал глава Илькиневского сельского поселения Тимур Идрисов. Среди женщин первой к финишу пришла директор Кривли Ильишкинской школы Софья Степанова. Главные денежные призы главы администрации получили Ильина Хамитова с деревни Аскарова, Ольга Алексеева и Альфред Адигамов из села Кривли Илюшкино, а также Юнир Тунасов из села Новотаймасово. На минувших выходных город принял первый финальный матч за выход в первую лигу в рамках открытого первенства Башкортостана. Футбольный клуб Кумертау на стадионе «Шахтер» сыграл с гостями из Терлитамака. Подробности футбольного матча раскроет Константин Меркушев. После победы над футбольным клубом «Билибей» Кумертау на протяжении двух недель готовились к финальному матчу. Ведь следующий соперник очень серьезен. Футболисты из Терлитамака в групповом этапе нещадно громили своих соперников. Вспомнить их победы над нашими ребятами 3-0 и 4-1. Но воскресная игра сложилась совсем иначе. Со стартового свистка команды начали агрессивно. Опасными моментами обменивались команды раз за разом. Здесь нужно отдать должное вратарям обеих команд. Сначала голкипер футбольного клуба «Кумертау Азамат» совершил невероятный сейф. А в конце первого тайма наши ребята потревожили плотными ударами вратаря из Терлитамака. В первом тайме болельщики не увидели забитых мячей. Но настрой оставался у нашей команды боевой. Игра равная. Вроде как бы боремся. И у них моменты есть, у нас моменты есть. Но я думаю, должны выиграть. Забьем, я думаю, должны победить. А что будете делать у кого на втором тайме? Ну, так же будем продолжать от обороны. Будем ловить их на контратаке. Я думаю, поймаем. Может, больше прессинговать их? Нет. Они как бы помоложе. Тяжело будет нам прессинговать. Я думаю, будем так же играть от обороны. Что сказал тренер нашим ребятам в раздевалке, остается загадкой. Но второй тайм «Кумертаусы» провели на высоком уровне. Момент за моментом создавали опасные выпады на ворота соперника. Но результат никак не хотел меняться. Счет 0-0 оставался до 90 минуты матча. На второй, добавленной судьей минуте, нападающий футбольного клуба «Кумертау» Иван Илюшин открывает счет в матче и приносит в итоге тяжелейшую победу своей команде. Финальный свисток – домашняя победа в кармане. Теперь наши ребята будут готовиться к ответной встрече, которая пройдет в городе Стерлитамак 2 октября. Главное нашим ребятам оставить свои ворота в сохранности. И тогда нашу команду ждет повышение в классе. Кумертаусские лыжники прошли через запланированный контрольный старт Кубок города. Как прошли соревнования, узнавал мой коллега Константин Меркушев. На минувших выходных в городе прошел открытый чемпионат и первенство города по кроссу. Всего со стартовой позиции в розыгрыш призовых мест чемпионата включилось около 170 спортсменов. Представляли они ведущие школы города и района. Проверку готовности прошла и команда города из детско-юноской спортивной школы. Тут в основном выступают ребята с секцией лыжных гонок. Тут 98-95% с секцией лыжных гонок. Мы сами знаем, что занятия проводятся на свежем месте, как и прекрасная погода, солнечная погода, свежий воздух, пыли нету, поляна прекрасная. Вот здесь мы на этом месте регулярно тренируемся и летом, и осенью здесь тренируемся. Так что, прежде всего, это, естественно, агитация, здоровый образ жизни. Ну и, естественно, выявление сильнейших спортсменов, которые выступают за сборную города. Мы занимаемся уже несколько лет Оксаровсом. Оксаровска молодая школа, считается, 2004 год открылся. И мы активно занимаемся каждым годом лыжные соревнования, участвуем в лыжных гонках в Кумертау. И вот сейчас сезон начался у нас, проводятся первые соревнования. Я привез с Дюсуша, с Кургазинской район, с 11 учеников. Но занимаемся и также в этом году занимались летнее время, подготовкой занимались, чтобы участвовать на таких соревнованиях. Кросс – это неотъемлемая часть работы любого лыжника по набору нужных кондиций. Основная цель подобных соревнований – привлечение детей к занятию спортом. Это невозможно и без поддержки родителей. Так самому юному участнику соревнований было всего 4 года. В первое время родительская поддержка должна быть. Я и всем родителям говорю, что в любом случае надо поддерживать своих детей именно в направлении спорта. Пусть занимается и лыжная подготовка, биатлон, полиатлон. В качестве контрольной гонки были выбраны дистанции на 500 метров, 1 километр, 2 километра и 6 километров. Круг участники проходили один раз. Частота появления спортсменов на поляне зависела от возраста. Во всех стартах развернулась настоящая спортивная битва. По окончанию забегов состоялось торжественное награждение. Призеры открытого чемпионата и первенства города были награждены почетными грамотами и медалями. В конце спортивного мероприятия состоялся арбузник. Тренера, спортсмены и родители делились своими впечатлениями. Обсуждали успехи, достижения и строили планы на будущее. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис». Едим, едим, печеньки берем, арбузы берем. Это была последняя информация выпуска. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.